Инвестиции в здоровье. После ремонта открылось отделение реанимации Республиканской детской клинической больницы. То, что произошло с реанимационным отделением Республиканской детской больницы, ремонтом назвать трудно. Скорее, полное преображение. Отделение сконструировано по модульному типу и оснащено новой системой вентилирования с разделенными потоками, которая практически исключает возможность появления внутрибольничной инфекции. Такого уровня отделений действительно, это реально, в детских больницах практически нигде нет. Только, может быть, в самых продвинутых федеральных центрах, в региональных больницах, но нет точно. По словам сенатора Владимира Круглова, а он, кстати, тоже детский доктор, наша больница отличается и благожелательностью к ребенку. В этой реанимации возможно пребывание родителей вместе с маленькими пациентами. Мамы и папы могут находиться с детьми до самого порога операционной, а затем встречать их в палате. Ремонт отделения профинансировал бюджет Республики. Чуть раньше завершилась реконструкция поликлиники Республиканской детской больницы. Средства поступили из резервного фонда президента России. Четыре месяца строили поликлинику, четыре месяца, и сделали конфету. Вот это просто, это просто, вот чудеса. Это резервный фонд президента Российской области. Да, чудеса просто. Здравоохранение, особенно детское, было и остается приоритетом, отметил глава Чуваши. Одновременно с оснащением лечебных учреждений большие средства вкладываются в профилактику и ранее выявление заболеваний. Все делается для того, чтобы в свое время провести диспансеризацию. Школьники один раз в год, молодежь, 130 лет, так скажем. И сейчас взрослые населения тоже диспансеризацию будут проходить на безвозмездной основе один раз в год.